Углекислого газа в атмосфере Углекислого газа в атмосфере Энергии сегодня это атомные станции, которые не выбрасывают в атмосферу углекислого газа Однако они, как и всегда, в этом вопросе тоже темнят Дело в том, что атомная электростанция не может работать сама по себе Она обязательно обслуживается большим количеством других предприятий Которые добывают урановую руду, обогащают ее, изготавливают тепловыделяющие элементы Дальше изготавливают сами реакторы, обслуживают эти реакторы Захоранивают радиоактивные материалы после работы в реакторе, ну и так далее Так вот, все вот эти предприятия выбрасывают углекислый газ Американские ученые попробовали посчитать, сколько выбрасывается углекислого газа Ну, по отношению к единице электроэнергии, выпускаемой различными источниками Ядерными и тепловыми И оказалось, что уже сегодня выброс углекислого газа атомными комплексами Не станции, а всем комплексом атомным Соизмерим с выбросом углекислого газа Тепловыми электростанциями и другими предприятиями Так что уже сегодня нельзя говорить о том, что атомная энергетика чистая Она такая же чистая, как и все остальные источники электроэнергии в виде тепловых станций Но этого мало Оказывается, что по мере выработки источников топлива, то есть урановые руды Концентрация урана в руде снижается И чем ниже будет концентрация урана в руде, тем выше будет выброс углекислого газа Следовательно, атомщики в этом случае явно темнят Они скрывают от людей то, что в действительности выбрасывает радиоактивный комплекс И пытаются ввести людей в облуждение, утверждая, что атомные станции самые чистые Это обычная ложь атомных энергетиков Но еще один момент здесь В свое время, несколько лет уже тому назад Группа ученых из разных стран мира в Антарктиде Провели бурение, глубокое бурение На глубину более километра В поверхностном слое Антарктиды На разной глубине этот лед образовался в различные периоды времени для нашей планеты И когда они просчитали, что было в те периоды на земном шаре А эти терны льда отображали и состав атмосферы того времени Оказалось, что вот эти моменты повышения выбросов углекислого газа Происходили периодически И в то время, когда промышленности еще вообще не было Более того, обнаружили, что не углекислый газ приводил к повышению температуры А совсем наоборот Небольшое повышение температуры в океанах, в океанской воды Приводило к дополнительным выбросам углекислого газа Следовательно, сегодня убеждать людей, что углекислый газ Это обязательно следствие промышленной деятельности человечества Это просто некорректно Это совсем не так К криптону, к криптону движемся Вот сейчас к криптону перейдем Теперь другая сторона деятельности атомных станций Оказывается, атомные станции Даже вне каких бы то ни было аварий Постоянно выбрасывают в атмосферу Огромное количество различных радиоизотопов И вот академик Валерий Легасов Еще в 1984 году проанализировал то, что выбрасывается в виде газов в атмосферу атомными станциями И пришел к очень интересным выводам Оказывается, что в атмосферу выбрасывается в больших количествах радиоактивный криптон Это газ, который практически не улавливается никакими фильтрами И он полностью уходит в атмосферу И он полностью уходит в атмосферу, поглощается ей Замеры, реальные замеры концентрации криптона в атмосфере Выполненные чехословацкими учеными Привели к тому же самому выводу То есть экспериментально обнаружено, что с годами концентрация криптона в атмосфере возрастает Попробовал я оценить Как, по какому закону повышалась концентрация криптона И как увеличилась интенсивность возникновения различного рода климатических катаклизмов Оказалось, что эти кривые практически совпадали То есть если за 35 лет концентрация криптона повышалась где-то в районе 70 раз приблизительно То почти во столько же раз за этот период повысился ущерб от климатических катаклизмов Академик Валерий Легасов еще в 1984 году заявил о том Что вот этот рост количества криптона приведет к тяжелейшим последствиям Криптон, появившись в атмосфере, резко снижает ее электросопротивление И в результате в атмосфере появляются электрические потоки, которых ранее не было Это в свою очередь приводит к возникновению новых воздушных потоков Опять-таки несвойственных атмосфере в прошлом Все эти изменения приводят к резкому увеличению количества различного рода катаклизмов Если мы посмотрим, то после 2000 года, как раз того года, после которого, по мнению Валерия Легасова Криптон должен был начать серьезно себя проявлять Как раз в этот период и начались эти тяжелейшие катаклизмы Катаклизмы особенно в Америке Ну там они и раньше были, но не в тех масштабах Сейчас эти ураганные ветры достигают таких скоростей, что разрушают целые города Такие, как город Новый Орлеан Но сейчас эти все проявления таких катаклизмов достигли Европы Сейчас уже в Европе, за последние десяток лет Резко увеличилось количество потрясающих по своей мощности разливов рек Количество ураганных ветров, которые выкорчевывают мощные деревья Которые ломают дома, которые срывают с домов крыши Все это мы наблюдаем То есть вот этот прогноз Легасова оправдывается И отсюда мы должны сделать вывод Что чем меньше атомных станций будет существовать Тем меньше будет выбросов криптона в атмосферу И, следовательно, мы таким образом приостановим Это катастрофическое развитие Развитие вот этой ситуации с природными явлениями на земном шаре Скажите, пожалуйста, как у Легасова конец жизни сложился? С Чернобылем он работал? Кто? Легасов А, Карпан? Нет, Легасов, Валерий Легасов Легасов участвовал в работах по устранению последствий аварии в Чернобыле То есть он был одним из наиболее активных деятелей И, к тому же, одним из наиболее ответственных деятелей То есть многие действия, которые проводились в Чернобыле, он не одобрял Это действительно были действия неразумные Вот я сейчас из книги Карпана узнаю Что, например, тушение пожара, якобы возникшее внутри реактора Было совершенно неразумным И те люди, которые тушили пожар и погибли Они погибли впустую по недомыслию руководителей этих работ То есть очень многое из того, что делалось в Чернобыле, делалось не на пользу ситуации, а во вред ей И причем все это было настолько опасно, что в любой момент мог произойти новый взрыв На этот раз уже совершенно очевидно ядерный взрыв То есть последствия от Чернобыля могли быть несравнимо страшнее Ну, можно считать, что чернобыльский реактор нас еще в какой-то мере пожалел Не проявил себя в полном объеме И, значит, Карпан, он как раз пишет, что там буквально борьба шла в этом реакторе Что там были люди, которые могли даже ядерные взрывы развернуть там, да? Да, вот, например, такой момент Когда в реакторе разрушались тепловыделяющие элементы Содержащиеся в них таблетки рассыпались и оседали на дно На дне этого корпуса реактора создавалась такая довольно концентрированная масса Урана, плутония И критмасса могла не достичь заданного уровня То есть реактор мог бы и не взорваться Но если эту массу заполнить водой То тогда критмасса могла возникнуть Ибо вода является элементом Замедляющим поток нейтронов И приближающим эту массу к критической массе Поэтому даже попытка охлаждать реактор водой Могла привести к катастрофическим последствиям И вот этого, к сожалению, те, кто давали команды на такие операции Они, по-видимому, просто не понимали А риск был чрезвычайно высокий Ну да, если это не было начало Войны Планированной войны Чтобы уничтожить территорию Потому что потом развал и произошел Так что это, конечно Тут разные научные версии можно выложить Спасибо большое вам, Георгий Лепин Вы, может быть, скажите, пожалуйста, ваше отчество Георгий Федорович Лепин Из Белоруссии Большое спасибо вам за это интервью И будем работать дальше, чтобы все это улучшить Всего хорошего